привет ребята хотел сегодня поговорить с вами о безопасности и показать вам на примере что является preventable accident preventable accident это авария которую можно было предотвратить просто посмотрите это видео ну и теперь я предлагаю вам немножко разобрать эту аварию что вы могли сделать для того чтобы ее предотвратить то есть мы видим что трак движется со скоростью 52 мили в час дороги не видно снег идет видимость приблизительно 50 метров водитель продолжает ехать 53 и вот момент когда только начинает виднеется трейлер который припаркован на дороге скорость начинает падать водитель не успевает объехать его соответственно делает повреждения и траку и трейлеру и грузу но самое страшное что могло случиться все намного хуже и водитель мог потерять жизнь поэтому я бы хотел ребята чтобы вы очень серьезно к этому отнеслись и на данном примере а для себя сделали вывод что не трак не трейлер не груз не имеют такого значения как ваша жизнь дома вас ждут ваши родители жены дети родственники поэтому вы им дома нужны живыми а вы для них не важно успеете вы на пикап или на деливере когда вы едете по такой дороге поэтому я надеюсь что для всех для вас это будет примером и этой зимой это будет последний случай также важно отметить что и наш водитель и водитель другой компании не пострадали можно сказать отделались легким испугом предотвратить я думаю что вы со мной согласитесь при данных погодных условиях водитель не должен был ехать 50 50 55 миль в час я думаю что допустимая скорость при данных погодных условиях это 25 30 миль в час с аварийкой таким образом когда он увидел этот припаркованный трак в правой линии у него было бы больше времени для того чтобы сделать маневр и обойти трак слева соответственно он бы продолжил себе ехать дальше без каких-либо проблем ну а теперь вы по фотографиям видели что есть повреждение траку трейлер скорее всего тотал груз скорее всего тоже не уже не примут водитель целый день сейчас стоит это в монтане на девяностке произошло это все теперь дело нужно как-то перегрузить трейлер готовить то есть это проблем выше крыши также хотел рассказать еще про один случай который случился пару недель назад наш водитель стал свидетелем ситуации когда он стоял на доке разгружался двигатель заглушенный ничего не делает сидит просто ждет своей разгрузки и подъехал другой трак из него вышел водитель и направился к офису делать скорее всего чекин для того чтобы тоже разгрузиться и через несколько секунд после того как он вышел из трака он увидел что он понял что он не поставил трак на тормоз и трак начал катиться и вместо того чтобы отойти от трака или попытаться в него еще успеть запрыгнуть этот водитель принял решение что он может остановить его руками то есть он стал впереди трака и начал останавливать его руками в результате 80 тысяч паундов победили и этот трак катился до того момента пока он до соприкосновения с нашим трейлером соответственно водитель оказался между траком и трейлером водитель погиб такая ситуация уже случается второй раз я слышал такое при произошло с другим водителем когда он просто стал свидетелем такого поэтому хотелось бы сказать вам что если когда-либо вы окажетесь в ситуации что вы забыли поставить трак на тормоз либо вы увидели что трак катится ни в коем случае не пытайтесь его остановить руками просто или отойдите или еще я знаю случаи когда если трак движется не с большой скоростью для того чтобы в него не запрыгивать можно просто отключить красный шланг и тогда трак станет на тот на тормоза трейлера